Игорь, добрый вечер, расскажите, пожалуйста, про сегодняшний конкурс, что понравилось, что нового, это уже третья премия? Это уже даже четвертый конкурс, который действительно яркий, самобытный, интересный, действительно у нас приехало почти 40 городов России, и Казахстан, и Белоруссия, и Израиль, и Прибалтика, очень много новых гостей, новых детишек, которые яркие, интересные, Россия всегда была богата на таланты, и Россия подарила миру масса великолепных певцов, композиторов, и Глинка, и Чайковский, и Рахманинов, и Дунаевский, Шостаковичи, и Шнитки, это вечный перечень, и в общем-то сейчас задача конкурса именно отыскивать самородков, которые есть в регионах и в Москве, и в общем-то давать им шанс и возможность выступить на сцене, где в жюри в непосредственной близости у нас очень уютный зал, и жюри сидят 2-3 метра буквально от выступающего, и звездные жюри, и западные исполнители, и Ось Давыдович Кобзон, и Газманов, Олег, и Родион, и Дина Гарипова, и Глызин, Алексей, и масса звезд, и Чарли Армстронг, и Ди Баттлер из Америки в жюри приезжал, и сегодня Антонио из Испании, и Каролина из Америки. У нас очень много в жюри сидят людей высокого профессионального уровня, которые делают замечания, корректировки, советы, рекомендации вокалистам, детишкам, для которых это бесценная информация, они, в общем-то, любой ученик крутится, ну, варится, собственно, на соку, и, в общем-то, ему нужна взгляд со стороны, и взгляд людей, которые профессионалы высокого уровня, которые, в общем-то, дают совет, и это им важно на всю жизнь. Многие у нас приезжали в два и три раза, есть ребенок, который все четыре конкурса участвовал, то есть настолько это они чувствуют важность этого события, и информация, которую они получают, она им, в общем-то, дает такой серьезный уровень, поднятие уровень, и серьезный рвок в их учебе и в их вокале. Основные критерии, вот, отбор, что должно, в общем, понравиться, это только голос или образ в целом? Не, у нас очень строгая жюри, на самом деле, это и образ, и голос, и дыхание, и тесситура, и интонация, и глаза, и душа. Мы оцениваем очень строго, и у нас на конкурс приезжают не первоклассники, как говорится, а люди, хотя молоденькие у нас от шести лет приезжают на конкурс, но детишки, которые уже очень хорошо интонируют, хорошо знают дыхание певческое, хорошо владеют голосом, и, в общем-то, уровень очень серьезный. У нас первые разы еще приезжали слабенькие детишки, получали плохие отметки, плакали и убегали. Теперь уже к нам приезжают люди очень подготовленные, и даже при всей строгости жюри оценки все равно высокие. Все кубки, подарки, грамоты, дипломы, все, что мы приносим на конкурс, все забирают люди, потому что действительно хороший уровень подготовки у детей. В чем секрет успеха, чтобы стать хорошим исполнителем? Что для этого нужно? Очень много параметров, все мы их прекрасно знаем, это и трудолюбие, и уверенность в себе, и желание громадное, и успех, и звезды должны лечь, и хороший педагог. Очень много параметров, и все они должны совпасть. Вот когда все совпадает, и вот звезды еще и ложатся, вот это успех. Потому что, да, звезды имеют значение, к счастью или к сожалению, не знаю, но трудолюбие и внутренней, как говорится, уверенности порой недостаточно. Но хотя я уверен, что мысли материальные. Если человек верит, если говорит об этом и хочет добиться успеха, он добивается 100%. И кто не дотягивает, значит, они чуть-чуть не верили в себя. Что хотели бы пожелать уже сегодняшним участникам, будущим, может быть, скоро Новый год? Ну, в Новый год все желаем счастья, любви, добра, безусловно, мира, потому что сейчас неспокойно в мире, неспокойно и в Европе, и в Азии, и до нас доходят эти волны неприятные. Я пожелаю только мира, улыбок, отдавать побольше себя окружающим, отдавать себя близким людям. И в ответ всегда эта волна вернется. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Это закон природы. Все взаимосвязано. Отдавайте энергию и получите еще больше. Спасибо за спонсоров, которые сегодня поддерживают ваши мероприятия. Ну, конечно, это ТВ-молочник, лучшая молочная продукция. Конечно, это вдохновение, конфеты, где они у нас тут. Это кондитеры, вдохновение. У нас они везде на рекламе. Да, и кто у нас еще? Классик рок, инстайл журнал. Что у нас тут еще? Ну, да, русская служба новостей, конечно, это наша радиопрограмма, наша авторская беседа о руке и джазе, куда, кстати, детишки и придут выступать. Ну, вот так вот. А сейчас сложно со спонсорами или они с радостью поддерживают такие проекты? Нет, в общем-то, у нас уже сформировались какой-то пакет спонсоров, которые поддерживают. Хотя сейчас действительно очень сложно и время в стране тяжелое. И на самом деле, ну, уже есть люди, нет, финансово нас никто не поддерживает, мы сами. Но продукты, хотя бы конфетки, угостить детишек от вдохновения, это с удовольствием мы принимаем, они с удовольствием дают. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.